Виталий Шишов Он уже не выходил на связь Спустя сутки в одном из скверов на окраине Киева Шишова нашли повешенным Представители БДУ нашли тело Виталия Шишова в лесу повешенным со следами насильственной смерти на лице Парк оцепила Национальная гвардия Украины, проходят следственные действия Полиция завела уголовное дело по статье «Умышленное убийство» Следователи не исключают, что смерть Шишова была замаскирована под суицид Сейчас полицейские работают со свидетелями и изучают записи с камер видеонаблюдения Белорусский дом в Украине был создан на волне массовых протестов в Минске Организация помогала с переездом белорусам, столкнувшимся с политическими репрессиями на родине Сотрудники организации говорят, что получали угрозы и предупреждения в свой адрес Президент Украины господин Зеленский заявил, что белорусских диссидентов на территорию Украины нужно брать под особую защиту Это произошло на фоне скоропостижной кончины главы белорусского дома Забыл как его зовут, но в общем один из белорусских диссидентов скончался недавно в Украине Возле своего дома его нашли повешенным в парке Все было замаскировано под суицид Но все очевидно полагают, что это была насильственная смерть И я думаю, тут сомневаться и нам не приходится Нам же Казахстану интересен другой вопрос Вопрос в том, что на территории Украины, в Украине, есть и казахские диссиденты Это и Ермек Нарымба, это и Канал Бассе И вот почему-то до сих пор, как и белорусских диссидентов, такой вопрос не вставал В чем же разница между теперь белорусскими и казахскими диссидентами? Я считаю, что белорусские диссиденты с момента, как Лукашенко проиграл в этом госперевороте белорусском С того момента, как Лукашенко по факту уже отдал свою страну Путину С того момента, как Беларусь уже по факту считается территорией России Белорусские диссиденты превратились в один момент, в одночасье В антироссийских диссидентов, в антикремлевских диссидентов А расправа с антикремлевскими диссидентами всем давно известна Это и повешенный Березовский, это и отравленные новичком люди Различного пошиба в Лондоне и в других частях света Вот, собственно говоря, по тому же сценарию Дотягивается черная рука Кремля теперь и до белорусских диссидентов Хотя их теперь надо правильно называть антикремлевские диссиденты Это есть большая почва для наших казахстанских блогеров Вещающих из Украины Большая почва над тем, чтобы подумать И Ермеку Нарымбаю, и вот этому каналу Басе Как только вы достигнете, если вдруг своих целей Я имею ввиду, Ермек Нарымбай, например, мечтает раздать Всем жителям Казахстана автоматы Калашникова И поскорее начать гражданскую войну Или канал Басе вообще не прикрыто продвигает аблизоидные цели Которые я считаю явно кремлевскими Как только вы достигнете своей цели, как только Казахстан ляжет к ногам Путина Или ввиду ослабленности гражданской войной Или вот как канал Басе продвигает антикитайские темы Чтобы поскорее попасть в лапы Путина Как только это все произойдет Вы в одночасье, так же как и белорусские диссиденты Превратитесь в антипутинских диссидентов И вас точно так же, как и белорусских диссидентов Всех поведут под расстрел Всех пустят под расход, я так считаю Так что казахстанские диссиденты, которые сидят в Украине Внимательно наблюдайте за судьбой белорусских диссидентов Которые теперь превратились в антироссийских диссидентов Вот мое объяснение случившемуся И я думаю, что я прав Спасибо за ваше внимание Спасибо за ваши лайки и комментарии Подписывайтесь на мой канал Помогайте моему каналу финансово Обязательно подписывайтесь на Facebook и Instagram аккаунты И до новых скорых встреч Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!